МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1926 году Наркомторг Бурятмонгольской АССР закупил 3 12-ти местных автобуса Форд, и они начали ходить по регулярным маршрутам Верхнеудинска. С этого момента началась история автомобильных пассажирских перевозок в нашем городе. МОП «Городские маршруты» было создано 12 января 1999 года. Долгое время муниципальный транспорт в Улан-Удэ только сокращался. К 2017 году его практически не осталось. Горожан обслуживали в основном частные перевозчики. С приходом Игоря Шутенкова на пост мэра проблема начала решаться. В 2020 в город пришло сразу более 40 пазиков. В 2022 году произошло поистине историческое масштабное обновление общественного транспорта. В Улан-Удэ за короткий период поступило 209 автобусов. Это большие низкопольные волгобасы, проходимые пазики и маневренные газели. Сегодня МУП «Городские маршруты» осуществляет рейсы, обеспечивая перевозки для жителей города и отдаленных микрорайонов по более чем 40 регулярным и дачным маршрутам. МУП «Городские маршруты» активно развиваются, автопарк обновляется, а перевозки становятся все более комфортными. Это подтверждают цифры. Если три года назад муниципальным транспортом пользовались максимум 11 тысяч человек в день, то сегодня пассажиропоток почти 40 тысяч ежедневно. Мы увеличили количество наших автобусов. Сейчас на базе находится 209 новых, совершенно новых автобусов, у которых еще есть гарантийный срок обслуживания, есть договорные отношения с заводами и изготовителями. Это и «Газели», это и «Пазики», это и «Волгобасы». Гормаршруты работают как часы. Если автобус сломается, то его оперативно чинят прямо на предприятии. Все ремонтируем, все восстанавливаем, запускаем на линию. А срок? Срок разный, буквально от одного часа до недели. Это самый, наверное, сложный ремонт, такой трудоемкий. Ранее базу долго арендовали. На территории не могли провести ремонт и построить новые помещения. Сегодня гормаршруты начинают новый виток развития. Благодаря тому, что акции предприятия вернулись в муниципалитет, удалось начать ремонтные работы. Она еще не восстановлена, но, по крайней мере, уже вычищена, уже подготовлена для проведения экспертизы на возможность ее восстановить и сделать механическую автоматическую мойку. Но уже сейчас водители автобуса, которые перевозят наших лануденсов, уже приводят здесь в надлежащий вид. Все-таки приятнее ехать в чистом автобусе. Сейчас привести в порядок автобус можно за 30-40 минут. Раньше на это уходило полночи. Туда приезжаю, там тоже живая очередь. И порой там в 10 лет, если туда приехал, хорошо, если в 2 ночи оттуда выехал. А некоторые и в 4 утра. А сейчас как? А сейчас, ну, более-менее. Сейчас вот на мойку поехал тоже сейчас помоюсь. За обед буквально мне здесь 30-40 минут его помыть. Ни очереди, ничего нет. Мы приехали в ремонтный бокс ремонтировать мой автомобиль. Вот выписал требования с пометкой «Срочно!» должны буквально за пару часов все сделать, чтобы я за обеденный перерыв уже... У меня все сделают. Ну, и я уже после обеда выйду на линию. Буду работать с оленки невредименькие. А что сейчас не так? Сальник побежал. Сегодня весь автопарк – это новенькие автобусы. Вместительные, комфортные и теплые зимой. На лето с кондиционерами. Порядка 140 водителей ежедневно с раннего утра и до полуночи развозят людей, в том числе из отдаленных микрорайонов. Например, первое поле – светлый. Электрик по образованию Сергей за баранкой Пазика уже 4 года. Она поначалу почему-то стыдилась, а потом, когда со мной покаталась, посмотрела. Ой, говорит, ну ничего себе, пассажиры так любят, так здоровы, ты всех знаешь. Ну ничего себе. Я, говорит, теперь тоже хожу по улице, и автобус проезжает рукой машу. А, да и что? Сколько ей лет? Уже 16. Ну, это разговор был еще, когда она помладше была. Как зовут? Ангелина. А можете привет ей помахать? Ангелина, привет! Дочь и супруга Сергея поддерживают его. Работа водителя автобуса непростая, но уважаемая. Стабильная зарплата от 70 тысяч рублей и более. Увеличенный отпуск в 55 дней и льготная пенсия в 55 лет. Плюс полный соцпакет. Вы видите, как у нас люди работают, то есть работают слаженно, без каких-то нервозов, криков там и так далее. То есть, также у нас, как бы, политика предприятия направлена на сплочение коллектива. У нас самый старший автобус – это автобус 20-го года. То есть, все остальные автобусы гораздо новее. То есть, новая техника, нормальные условия труда, то есть, соблюдение всех норм трудового законодательства. У нового руководства МУП планы амбициозные. Работают над открытием собственного склада запчастей. Гордятся своими сотрудниками. Меньше 60 никогда не получал, там 70 и выше. Там бывало и за 100. Там в зависимости от того, сколько часов отработаешь. Ну, соответственно, больше часов – больше денег. Ну, как бы, в этом и плюс, да, то, что больше денег, но и минус, то, что устаешь сильно. Поэтому хотелось бы, чтобы другие ребята приходите, работайте. И нам будет хорошо, ну, и вам тоже будет хорошо. Трудно представить, но за последние несколько лет в сфере пассажирских перевозок в Улан-Удэ произошли колоссальные изменения. Работники предприятия без ложной скромности отмечают, как возродился МУП при Игоре Шутенкове. И это не просто слова. Цифры говорят сами за себя. Приобретено более 200 автобусов, установлено более 80 светофоров, 145 камер видеонаблюдения и более 200 детекторов для подсчета и анализа транспортных потоков. И это все за какие-то 5 лет. Сейчас МУП насчитывает 209 автобусов малого, среднего и большого класса. В коллективе работает почти 500 человек. Успешный не первый год. В нашем городе работает пересадочный тариф. Это прекрасная возможность сэкономить при пересадке с автобуса на трамвай. И всегда действуют льготные проездные билеты для разных категорий горожан. А благодаря приложению «Умный транспорт» пассажиры могут определить, где сейчас едет автобус. Для этого нужно просто скачать на телефон бесплатное приложение «Умный транспорт». Отследить местоположение общественного транспорта можно также на сайте МУП «Городские маршруты» или интернет-портале itz03.ru. Местоположение и время прибытия автобусов передается на информационное электронное табло на остановочных пунктах. А еще на некоторых остановках Улан-Удэ теперь можно узнать время прибытия автобуса по QR-коду. Достаточно навести камеру смартфона на код и перейти по полученной ссылке. На экране откроется список автобусов со временем прибытия. Есть версия для горожан с проблемами зрения. Программа проговаривает время прибытия автобуса. Работа по установке информационных стендов с QR-кодами продолжится. Новые технологии – это, конечно, хорошо, но в любой сфере все держится на людях. В МУП «Городские маршруты» – это водители и кондукторы, которые с раннего утра выходят на рейс. Кстати, вот уже в 17-й раз в нашем городе выбирают лучшего водителя. Конкурс профессионального мастерства традиционно проходит в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Конкурс очень нужный. Все участвуют в нем с удовольствием. Мы смотрим на призы, конечно. Вообще профессия водителя автобуса, наверное, одна из самых сложных городских профессий. Потому что от таланта и мастерства водителя, которые целый день находятся в городских пробках, в городском движении, при этом нужно очень аккуратно и безопасно доставить нашего жителя из пункта В. Это требует действительно внутренней выдержки и высокого профессионализма. За звание лучшего в этом году соревновались водители автобусов в категории средний и большой класс. Они проходили два этапа. Сдавали тестирование на знания ПДД и конкурс по скоростному маневрированию на автодроме. Что необходимо знать водителю автобуса? Как правильно заезжать в карман? То есть мы сейчас заметили, что подготовили по городу все больше и больше карманов остановочных готовим, для того, чтобы автобусы в большом местности беспрепятственно могли заезжать. Один из этапов конкурса будет заключаться в этом. Трогаться с места спокойно, равномерно, чтобы пассажиры не чувствовали этого. Сегодня тоже будет змейка традиционная, ну и так далее. Вот эти этапы будут проводиться. По итогам упорной борьбы в вождении автобусов большого класса победу одержал Владимир Гурулев. Также он стал лучшим в номинации «Знание правил дорожного движения». В МУП «Городские маршруты» мужчина работает почти 6 лет. До этого трудился начальником. А среди водителей категории «Средний класс» лучшим стал Денис Овчинников. Мужчина 10 лет проработал начальника, а в МУП «Городские маршруты» трудится уже третий год. Несмотря на большое волнение, победа далась ему легко. Да, в принципе, это каждодневно происходит. Но, если честно, волновался. У меня я, когда первое испытание начал проходить, у меня левая нога затрислась. Ну и она до конца испытания тряслась. Ну, тем не менее, прошел. Ну и думаю, наверное, заслужил, получил эту, как говорится, награду. В этом году на предприятии подвели итоги конкурса «Лучший кондуктор», победителем которого стала Анна Павлова. Анна Константиновна ездит по маршруту номер один. Ее знают и взрослые дети, ведь к каждому пассажиру она найдет свой подход. Сегодня в МУПе ждут новых водителей, кондукторов и слесарей. Если вы хотите присоединиться к коллективу «Городские маршруты» и получать достойную зарплату, звоните по телефону 467735 или приходите по адресу проспект Автомобилистов 3А. С 1 ноября у водителей выросла заработная плата на 10 тысяч рублей, а у кондукторов и слесарей на 5 тысяч. А для тех, кто устраивается в МУП «Городские маршруты» водителем, слесарем или кондуктором впервые, выплачивается подъемное пособие в размере 30 тысяч рублей. Для тех, кто хочет устроиться на работу, но не имеет водительского удостоверения категории «Д», бесплатная переподготовка водителей с категории «Б» или «С» на категорию «Д». Также для сотрудников МУП «Городские маршруты» действует акция «Приведи друга». За каждого приведенного и трудоустроенного водителя, кондуктора или слесаря выплачивается 5 тысяч рублей. Большая нехватка у нас по водительскому и кондукторскому составу. То есть по водителям нам не хватает порядка 100 человек, по кондукторам порядка 80 человек. То есть, пользуясь случаем, мы приглашаем на работу наш дружный коллектив. Условия работы у нас приемлемые. Я бы даже сказал, в какой-то мере лучше, чем у других. Предприятие набирает обороты и будет развиваться дальше. А значит, еще больше новых автобусов выйдет на линии, а пассажиры всегда будут довольны качеством перевозок от МУП «Городские маршруты» в своем любимом городе.